Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский 28 июня В узком проходе прилажена доска На ней перо, чернила и печать И что-то устало пишет стоя пожилой подполковник С отросшей щетиной на лице Сделайте одолжение, выбирайте любое место Господа, все животы подвело Есть хочу, когда же обед? Мне ведь в караул Говорит молодой с усиками красивый подпоручик В рубахе, шарфе, шапке и с револьвером Дают, дают, успокаивает чей-то голос Я оглядываюсь Вагон маленький Из товарных вагонов с верхними и нижними койками Все койки заняты Подушек ни у кого Очевидно, свернутая шинель Заменяет подушку У редких тюфячки, остальные лежат Прямо на досках Заскорузлые жестяные чайники Все бедно, просто Все офицеры Молодежь обыкновенного армейского типа Пройдет, приложит руку к фуражке Назовет свою фамилию Я уже знаком со всеми Ну, так повтори еще раз Ну вот Если хунхузы и леопонцы нападут Как нападут? Стрелять издали будут? Командуй Из вагонов отстреливаться Если поезд остановит и в зависимости Если подходит цепью Тогда долой из вагонов и тоже в цепь А то колонной Ты выучи, устав Ладно, выучу Он добродушно обращается ко мне Вот попал из запаса И все перезабыл, оказывается Перезабыл? И не знал никогда Врешь, знал! Ты что ли за меня держал экзамен? В соседнем отделении Какой-то офицерик Очень убедительно Ровным, льющимся голоском Убеждает доктора Поменяться с ним На каких-то условиях Шашкой Молодой доктор Угрюмо слушает Мне ведь решительно Все равно Льется быстрая Ласковая речь офицерика Я только хочу Чтобы у вас была Настоящая шашка Вы посмотрите Дамасская сталь А легкость А изгиб Я вам говорю Мне досталась она От одного лейб-гусара С громадными связями Человек страшно богатый Подарил мне Дареное И видите Для вас не жалко Он сам за клинок Только один И то по случаю Дал сто рублей Сто рублей Если даже считать Что как богатый человек Лейб-гусар Переплатил От двадцати пяти рублей Считайте Вдвое переплатил Все-таки пятьдесят Останется А я вам предлагаю Совсем даром Я только ведь хочу Чтобы у вас была Настоящая шашка Господа Обедать Приносит Громадный котел Не угодно ли С нами пообедать Сегодня у нас Суп Да еще Из курицы Предлагает мне Только что ел Едят по очереди Едят аппетитно Сочно Давно едете? Месяц и два дня Дорога тяжела? Нет Тесно немного Солдатам тесней Замечает доктор Но кажется Их хорошо кормят Молодой Крупный Заспанный Блондин Тяжело вскакивает И я уже слышу За перегородкой Его громкое чавканье Ругатель Ласково поощряет Его товарища Поручик продолжает Есть и в то же время Рычать Опять паркует Молодой офицер Насчет шашки И снова кончает Всякий свой период Тем же самым припевом Вы же понимаете Что мне ведь Решительно все равно Я только хочу Хорошо Я согласен Согласны? Это окончательно? Вы скажете Наверное Я так стану считать Со мной это уже Совсем было Условился? Окончательно Подтверждал доктор Ну вот и отлично Доктор отходит И садится Против меня Доктор Давно кончили? В 902 Где? В академии Отслуживаю Интересно? Пока Очень неинтересно Отстаешь От всего Скажите мне Пожалуйста Настойчиво Спрашивает меня Подходя Подполковник Отчего мы Так долго стоим На каждой станции На разъездах? Вероятно Забиты станции Но теперь Только наш поезд Остался Это здесь А впереди Почему же забиты? Задержалась выгрузка Дожди были В дождь Интенданты Не выгружают А теперь Усиленное движение Совсем темнеет Только паровоз Где-то жалобно Как загнанное Животное Сопит И насвистывает Дня Через два Доедем? Понадобится И в два часа Доедем Все Хото ведь Рассуждать А тут Как рассуждать Когда вот так же Видно нам Как вот В этой ночи На то и война Спать пора Это вас ищут? Передо мной Стоит дежурный По станции Не хотите ли На вагонетке Доехать до разъезда? Там ведь Поезд тоже Долго простоит Успейте Я соглашаюсь Лет Сорока человек С резкими Чертами лица С густыми Усами Это дорожный Мастер Он Прожевывая Выслушивает Распоряжение И смотрит На своих Помощников В их лицах Тревога На ком остановится Выбор Кому охота Ехать ночью Поезжайте Говорит он Человеку С плоским Выразительным Лицом Часа два Проедем Поезд Пожалуй Не захватим А этим Все равно Сейчас поедем Поезд Захватите Это Наверное Еще Пауза И старший Рабочий На которого Пал жребий Порывисто Встает И исчезает Темноте Присядьте Пожалуйста Сейчас будет Готово Не ходите Или поесть Даши Чао Сегодня решится Вопрос Оставляем ли мы Даши Чао Или отступаем Почему Если до завтра Японцы Не начнут Боя К нам Подоспеет Подкрепление И мы Останемся И примем Бой Сколько Японцев Восемьдесят Тысяч Сколько Нас Теперь Сейчас Пятьдесят А завтра Будет Больше Чем у Японцев Но Теперь уже Два Часа Боя Нет Я Только что С позицией Нет Японцы Передвижение Имеет Тот же Смысл Несомненно Особенно Теперь Когда В каждом Китайце Можно Предполагать Переодетого Японца Несомненно Одно Никто Ничего Не Знает И Все Кого Я Видел В Дашича Все Говорят Другое Отступим Непременно Ни за Что Не Отступим С Чего Ити Японцам В Равнины Им Людям Гор Когда У них Горная Артиллерия Нет Кавалерии Настолько Нет Что До Сих Пор Они Не Могли Воспользоваться Ни Одной Своей Победы И Ни Разу Не Преследовали Нас Еще В Начале Компании Можно Было Думать Что Они Пойдут И В Харбины Чуть Ленее В Иркутск Но Теперь Силы Все На Виду Но Не Без Головы Ж Они С Армией В 200 Тысяч Наступать На Более Сильную В Ближайшем Уже Будущем Да Еще В В В В В В В В Дождей Займут Дашичао Инкоу И Дальше Шагу Не Сделают Вы Были Полковник В Деле Под Гайджоу 26 Июня Был Это Был Арригардный Бой По Всем Правилам Военной Науки Хотя Совершенно Не Согласный С Диспозицией Предполагали Что Начнется С Генерала Самсонова На Правом Фланге А В Шесть Часов Утра Уже Весь Бой Перешел На Левый Шагунцы Батальонными Колоннами Шли В Атаку И Наша Артиллерия Буквально Косила Их Войска Хорошо Себе Держали Идеально Как На Параде Ко Всему Привыкает Человек Хотя Впрочем К Шрапнели Привыкнуть Трудно Пуля Жа И Конец А Это Воет Издалека Громче Громче Бум Полета Не Видно Нет Оставайтесь Может быть Завтра И будет Назад В Ляо Ян Скажите Правда Что Японцы Пьют Ханшин Или Саки Перед Сражением Говорят Но В тех Фляжках Которые Я Осматривал Там Вода И Вероятно Кипяченая Прикалывают Наших Раненых Это Да Но Не Как Обычное Явление А Теперь Вот Что Выясняется У Них Холера Это Уже Несомненные Факты Если Мы Будем Гоняться За Их Пленными То Этим Путем Можем Легко И К себе Занести Эту Гостью Если Холера Есть То Я думаю Через Китайцев Она Придет Скорее Чем Через Пленных Японцев Медицинский Инспектор Армии Говорил Мне Что По Его Наблюдениям Холера На Желтую Расу Действует Гораздо Сильнее В Китайскую Войну Когда Холера Свирепствовала Среди Японцев И Китайцев В Европейских Войсках Она Действовала Очень Слабо Какое Настроение У Солдат Есть Еда Может Выспаться Дождем Его Не Мочит Хорошее Настроение А если Нет Плохое Другого Настроения У Русского Солдата Нет Но Если Бьют Его Это До Него Не Касается Это Уже Дело Начальства Я Здоровый С Представителем Красного Креста С Все Теперь Озабочены Одним Эвакуировкой И Приемкой Новых Больных Желудочные Да Но Легкие Через Несколько Дней Уже Назад Едут Что Какова Частота Подходит Военный Комендант Кругом Ни Пылинки Генерал Трепов Страсть Подтягивает Меня Зовут Обедать И мы Обедаем В большом Обществе Инженеров Военных Приходит Во время Обеда Много Народу Среди них Ей Демчинский Все тот же Вот уже Пять месяцев Ненадоедающий Разговор О войне О злобе Дня Отступим Или нет От Даши Чао Большинство Впрочем Не хочет Отступать Мало ли Что вам Не хочется Если надо Отступим Несомненно Куропаткин Знает Что делает На этом Мирятся Все Поезд Поезд Уже Готов И надо Ехать Назад Я Смотрю В окно Вагона По Обеим Сторонам Тянется Непрерывная Цепь Конных Обозов По Просохшей Уже Дороге Смешно Видеть Солдата Управляющего Вместо Китайца Китайской Орбой С запряжкой Один Мул В корню А три На вынос И без Божжей Очевидно Приспособился Сидит На орбе Помахивает Китайским Кнутом И разговаривает С мулами На каком-то Русско-китайском Жаргоне Где на дно Перевранное Китайское Слово Приходится Двадцать Исковерканных Русских Вроде Бросать Мало-мало Бросайло Сделаны Приспособления Некоторые Орбы Соединены И получается Телега На четырех Колесах У китайцев Орба С запряжкой Покупается От пятиста До восьмиста Рублей Я слыхал Что количество Таких подвод Приказано Увеличить На десять Тысяч Штук Даши Чао Двадцать Восьмого Июня Продолжение Командир Восьмого Полка С красными Лампасами Плотный Бритый Живой С коротко Остриженными Густыми Волосами С зоркими С простодушной Хитрецой Глазами Все время В движении Веселый Общительный И жизнерадостный Человек С молодыми Офицерами Говорит Добродушно И чем больше Благоволит Тем сильнее Ласково Ругательное Прозвище Этакая дрянь Взяли еще Двух Таких же Оголтелых И отправились Между двух Цепей Нашей Японской Прогуливаться А пули Так и свистят Кругом Я ж его Еще раз Попробую Выпарю И полковник Хохочет Завидным Смехом Ха И он Опять Смеется Мой Полк Все время В бегах Семнадцатого Мая Вот полтора Месяца А у меня В хороший час Молбить Четыре убитых И восемнадцать Раненых Все время В делах И плохих Не было Третьего Июня Весь день Сдерживал Своим полком Пока отступал Наш правый Фланг Разговор Происходит В коридоре Вагона У открытого Окна Сократ В стороне Почтительно Говорит Верно Совершенно верно С открытой Храбростью Без сноровки В этой войне Всякий Пропадет Необходима Сноровка Хитрость Стреляет Он Шапку На палке Нарочно Поднимаешь И одна секунда Три-четыре Пулю Уже Прострелили Шапку Как черногорец Стреляет Ну Не соглашается Полковник Три человека В пятистах Шагах Вдоль цепи Гуляют И все трое Целы Какая же это Стрельба Зарядов Не жалеют А уж Солдат Который Палит И палит Какой солдат Снарядов Много выпускает Зря выпускает Это верно А верно Так что ж Мои казаки Никакого внимания На его пули Не обращают Вот шрапнель Это и поклонишься Как штук сто Разорвется Над головой А в каждой Триста пятьдесят Пуль До собственных Осколков И все-таки Вот таких сто Разорвалось Второго июня Над нами А в результате Ерунда Верно Верно Говорит Раздумчиво Сократ Надо уметь И дело сделать И людей Изберечь Как варвар Не осталось Все его войско И я глаза И я глаза Открываю Хоть Тюбей Не засну Рюмку Коньяку Нет Благодарю В свое время Все выпил Теперь Ни вина Ни водки Ну Уж это даже И на казака Не похоже Говорит доктор Одно слово Никуда Негодный Человек Смеется Полковник За семнадцатое Много Георгиев У вас Получили Что Георгия Батюшка Офицеру Получить Много Надо А вот Полковник Говорит Сократ Если бы Лошадей Не пожалеть Да ночью В их лагерь Пока они Лепешек Еще не поели Да пока Это самая Шрапнель Не выдержали бы Видишь Что Может Конечно Что и не Выдержали бы Да ты Рассуди Головой Как В этих Горах С лошадьми Поворачиваться А вдруг Да спутаешься Не вылезешь Вот если бы Его к Харбину Поближе Вытянуть На ладошку Так опять Не пойдет Пожалуй Такой он Сын Не пойдет Раньше-то Раззадорился Бы Может А теперь Пожалуй И раскусил Полковник Уходит Сократ Задумчиво Смотрит В окно С какой-то Затаенной Очевидно Привычной Гнетущей Думкой Умный Дельный Человек Говорит Прополковника Раздумчиво Зря Не сделает Сократ Вздыхает И я Спать Пойду Очень Рад Что судьба Свела Нас Нас Тогда прочтите этот акт. Я читаю. Сегодня еще был об этом разговор. Это консервирование мяса по способу господина Власевича. Опыт производился во 2-м сибирском корпусе, в 124-м пехотном Воронежском полку в июне этого года в Маньчжурии в деревне Хунзянь-Туне. Результат оказался блестящий. Люди чувствовали себя более сытыми, чем обыкновенно, когда пища готовится из обыкновенного свежего мяса, потому что, по их словам, порция из консервированного мяса менее водяниста и менее жилиста, почему съедается целиком и ничего не пропадает зря. Это слова акта за подписью всего полкового начальства и докторов. Люди заявили, что предпочли бы получить меньшую порцию мяса, но консервированного. Мясо вкуснее. Это все из акта. Это понятно. Шесть недель пролежавших в консервированных складах-холодильниках в Америке мясо нежнее, вкуснее и перевариваемее нашего по обычному способу приготовленного жесткого мяса. Принятое мясо 11 дней хранилось при роте, сперва на открытом воздухе. При выступлении же роты в поход 26 мая сего года оставшийся двухдневный запас уложен был в китайскую арбу без какой-либо особой укупорки и в таком виде взят был в дорогу. Температура окружающего воздуха была не менее 30 градусов. Было жарко и душно. Навар получился густой, ввиду чего пища всегда выходила вкусная. Комиссия нашла, что навар гуще, чем из обыкновенного мяса. Мясо было более мягкое и нежное, а следовательно и более вкусное, чем мясо свежерезанного скота. Ну что ж, блестящий результат, сказал я, прочитав. Вопрос о голодовке, когда такое мясо можно доставлять и из Омска даже. Вопрос о эпидемиях, об убытках от падежей, от убивания больных, распространении заразы, вопрос сельских хозяек во всех деревьях. В деревнях Российской империи. Как летом кормить мясом семью, когда больше трех дней оно не выдерживает в ледниках. Все эти вопросы решены, как по мановению волшебного жезла. И остается только радоваться, что война и в этом дала толчок такому делу. Приятно и за русских изобретателей. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание «Товарищество. Маркс». 1916 год. Продолжение следует.